Студия Медиа Книга представляет. Максим Керн. Математик. Закон Мёрфи. Читает артист Сергей Горбунов. Если проводится N испытаний, результат каждого из которых оценивается логической функцией Z, причем результат ложь нежелателен, то для достаточно большого N обязательно, хотя бы для одного испытания A, получим нежелательный результат. Z от A. Закон Мёрфи. Пролог. — Эй, монах! — я обернулся. Стук лошадиных копыт, звон стали и скрип тележных колес я услышал еще издалека, заранее сойдя с каменистой тропы на обочину. Одан-настоятель перед моим уходом из монастыря предупреждал, чтобы я избегал оживленных дорог. Я обычно следовал его совету, но в этот раз прятаться было некуда. С одной стороны вверх уходила отвесная скала, а с другой зияла пропасть, на дне которой шумел поток горной речушки. Надо было выбирать другой путь, длиннее и безопаснее. Но я на свою голову решил срезать, пройдя по старой, пробитой сотни лет назад горной дороге, соединявшей селения и людей, населявших предгорья Империи Света. Нагнавший меня всадник, восседавший на низеньком, но очень выносливом жеребце местной породы, осматривал меня с высоты своего роста, задумчиво похлопывая по ладони рукоятью короткого хлыста. За ним выстроился конный отряд из нескольких десятков бойцов, вооруженных длинными алебардами, а чуть далее две мохнатые лошадки тянули телегу, на которой стояла железная клетка, прикрытая сверху тентом, сшитым из разномастных лоскутков ткани. На груди остановившегося передо мной всадника висел медальон на витой цепочке, изображающий шестилучевую звезду, заключенную в круг. Наказующие. Черт, ну надо же было так вляпаться. И двух дней не прошло, как я вышел из ворот монастыря, как умудрился нарваться на отряд наказующих, псов Ордена Света. Я прислонил свой посох к скале, сложил ладони перед грудью и склонил голову, стараясь не встречаться с наказующим глазами. Прямой взгляд в глаза от людей Орки воспринимали как оскорбление, после чего шла неизбежная атака. Я это знал, потому вел себя тихо и почтительно, как и полагается монаху. Ты никого не видел в пути? В этих краях шайка горцев путников грабит. Не встречал никого подозрительного? Я отрицательно качнул головой. За два дня, что я спускался с гор, людей я практически не встречал. Да и нелюдей тоже. Так, несколько крестьян, навьюченных вязанками хвороста, возвращавшихся с нижних долин, где уже росли деревья до одинокого коробейника, везущего в небольшой бричке свой незамысловатый товар. Ты что, не мой, монах? Отвечай как следует, когда тебя спрашивает десятник Ордена Света. Свистнул хлыст, но я заметил движение еще в зародыше, поэтому только слегка развернул плечи, куда метил орк, и удар прошел мимо, выбив искру в скале, вплетенными на конце хлыста железными шариками. «Ах ты!» — вновь замахнулся орк, но был остановлен властным голосом. «Отставить, барух!» Сквозь строй орков проехал мощного сложения воин с двухлезвийной секирой на поясе, восседающий на сером жеребце, видимо, их командир. «Ты что, не знаешь приказ Верховного?» «Монахов не трогать!» «Виноват, господин сотник!» — почтительно склонил голову орк. Но он не ответил на вопрос. «Вот как? И почему же монах?» Десятник толкнул пятками жеребца, приблизившись ко мне вплотную. «Отвечай! Иначе тебе и твой бог не поможет!» Я вновь сложил ладони перед грудью, после чего прикоснулся выпрямленными указательным и средним пальцами к сомкнутым губам. «А, вот в чем дело!» — усмехнулся сотник. «Обед молчания?» «Встречал уже таких!» «Странный вы, народ, архаты! И молитесь не тому богу!» «Была б моя воля, давно бы все ваши монастыри поджигал во славу света!» Десятник широко обмахнул плечи знаком круга. «Благодари Верховного, что он вас терпит!» «И не путайся под ногами!» «Все вперед!» Сотник ткнул пятками бока жеребца и потянул заудила, разворачивая его в сторону видневшейся внизу небольшой долины. Отряд наказующих проследовал мимо, громыхая подкованными копытами лошадей по каменистой дороге. Я смирно стоял, склонив голову, ожидая, когда проедет последний воин. Внезапно я почувствовал взгляд. На клетке, установленной на проезжавшей мимо телеге, тент сзади был откинут, позволяя разглядеть, что находится за толстыми металлическими прутьями. Внутри стояла, схватившись за прутьи решетки, девушка. Человеческая девушка. Она была прикована короткой цепью, тянувшейся сверху, к кольцу в широком аргитовом ошейнике, знакомо блеснувшим зеленым, не позволявшей сесть на пол клетки. Она была измождена. Сквозь прорехи в грязном рубище видны ссадины и следы от ударов бича. Губы покрыты запекшейся коркой крови. А в ее глазах там была такая боль и отчаяние, что у меня похолодело сердце. Еще одну поймали. И теперь у нее только одна дорога. В пыточное подземелье верховных септонов Ордена Света. А потом... Судьба у владеющих хоть малой таликой магического дара в Империи Света была только одна. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и... Вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди. Они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально. Особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.